Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Доброе утро, сахалинцы! Сегодня, 19 января, большой праздник у православных христиан – Крещение. Отмечают его также в Эфиопии. Это один из интересных фактов, которые подготовили мои коллеги. Вы смотрите «Солнечное утро». Меня зовут Виктория Мальцева. Поехали! Есть что обсудить. Почитаем новости, которые завирусились на просторах интернета. Когда подушка – не подружка. Поговорим со специалистом о клиномании. Бьюти-тренды. Научимся рисовать неоновые стрелки с профессиональным визажистом. Солнечная зарядка. Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. По поверьям, в крещенскую ночь по земле гуляет нечисть. Чтобы поставить от нее защиту, люди рисовали на окнах и дверях кресты. В домах до праздника обязательно наводили порядок и выбрасывали все лишнее. Но главным символом дня и защиты от зла была вода. Открываем народный календарь, чтобы узнать еще больше интересных фактов о сегодняшней дате. 69 лет назад в мире провели первую телевизионную пресс-конференцию. Главным спикером стал президент США Дуайт Эйзенхауэр. Оригинальная запись интервью длилась 33 минуты. Для эфира ее сократили до 28 минут. Интересно, что после этого появилось известное выражение «все равно потом вырежут». 19 января 1991 года в Персидский залив вылили 816 тонн нефти. Приказ об этом отдал президент Ирака Саддам Хусейн на фоне конфликта с Кувейтом. Кроме разлива нефти, также было подожжено 732 скважины. На их тушение ушел почти год. С огнем боролись специалисты из 16 стран. В этот день Руси предсказывали погоду по положению Луны. Полное сулило весеннее половодье. Тонкий месяц говорил о крепких морозах. По старой Луне древние славяне предсказывали пасмурное лето. Молодая обещала теплую и солнечную погоду. Звезды уверены, 19 января – подходящий день, чтобы поделиться с кем-то наиболее обременительными обязанностями, доверить помощникам дела, не вызывающие у вас интереса, и позволить близким решить свои проблемы самостоятельно. Сегодня, вероятно, встреча со старыми знакомыми. Прежде чем возобновить с ними теплое общение, лучше убедиться, что вы этого действительно хотите. Самое время узнать, что нового произошло в социальных сетях. Мы собрали для вас только самые интересные и позитивные новости. Смотрим! Самый большой круизный лайнер в мире готовят к первому рейсу. Икону морей поставят на маршрут в конце месяца. Корабль пойдет тур по Карибскому морю. Судно в пять раз тяжелее и в два раза больше, чем легендарный «Титаник». На борту лайнера есть торговый центр, рестораны, номера квартиры, аквапарк и парк для прогулок. Вместимость корабля свыше 7 тысяч человек. Стоимость билетов на круиз начинается от 130 тысяч рублей. Блогеры из Бразилии устроили прыжки на батуте над облаками. Конструкцию они прикрепили к воздушному шару. Экстремальное видео за сутки набрало 16 миллионов просмотров. На кадрах видно, как молодые люди исполняют трюки на головокружительной высоте, а затем прыгают с парашютом. В Ханты-Мансийском автономном округе батюшка осветил дороги против аварий. С начала года на участке зафиксировано 11 трагических случаев. Священнослужителя пригласили госавтоинспекторы. Батюшка прочитал молитвы, окропил водой опасные места и заодно местное отделение ГАИ. Жители в пользе процедуры не уверены. В 2021 году те же самые участки дороги уже освещали. В Америке домашний пес спас улицу жилого района. Хаски по кличке Коби очень долго рыл яму у забора. По словам хозяйки, раньше питомец таким не занимался. Женщина интуитивно решила проверить уровень газа. До этого в районе неоднократно выявляли утечки. Подозрения подтвердились. Показатели устройства возле вырытой ямы зашкаливали. Женщина вовремя вызвала газовщиков. Они предотвратили дальнейшую утечку в дома. Социальные сети периодически захлёстывает волна моды на неоновый макияж. Сегодня наш эксперт в области красоты и макияжа Лариса Вишнякова покажет, как присоединиться к бьюти-тренду. Доброе утро! Сегодня я решила сделать неоновые стрелы. А в гостях у меня Полина. Полина, доброе утро! Привет! Что нам понадобится? Изначально я хочу нарисовать классические черные стрелки с помощью гелевой подводки. Наберу гелевую подводку. Набираю специальной кисточкой. Это кисточка скошенный квадрат. И желательно, чтобы она у вас была ровная. Не распушенная такая, а чтобы у нее были красивые линии. Она рисовала. Теперь я прошу Полину посмотреть прямо перед собой. И на открытом глазике я делаю себе хвостик. Почему на открытом? Чтобы потом, когда Полина открывала глаза, сразу, чтобы ее стрелочка не заламывалась. Поэтому рисуем на открытом. Сперва делаю такие классические графичные стрелки. Теперь посмотрим вот сюда, в эту сторону. Итак, первая стрелочка у нас готова. Теперь переходим к другому глазику. Я еще набираю продукта на кисть. И также прошу посмотреть прямо. И делаю хвостик. Теперь соединяю. От кончика я веду линию до центра глазика. И у меня остается пустой треугольник, который я должна заполнить подводкой. Отлично. Так, сейчас еще чуть-чуть. Теперь туда смотрим. Обычно, когда рисуем стрелки, мы не дышим. Поэтому, Полина, ты пока не дыши. Так, ну все, расслабились. Стрелки готовы. Теперь переходим к неоновым цветам. Здесь ваша фантазия безгранична. Но я думаю, что мы возьмем с вами желтый. Как ты к желтому? Желтый оттенок. Здесь вам нужна будет тоненькая кисточка. Такая кисточка волосок. Изначально мы размачиваем, чтобы... То есть это неоновая подводка. Это аквагрим, который можно купить... Не знаю, в каких магазинах у нас аквагрим продается. Я заказываю обычно в интернете. Но я думаю, что вот когда рисуют на лицах детских, да, в детских. Либо там к Хэллоуину вот всякие продают. Так. Набрала. На руке прочертила, чтобы у меня была ровная линия. И теперь начинаю рисовать сверху над черной подводкой. Открывай. Угу. Да, она смотрится очень ярко. Так. Один глаз готов. Теперь переходим к следующему. Ну что ж. Мои стрелки получились прекрасно. Здесь вы можете добавить, например, на яблочко век желтые тени. У меня есть такая вот палитра цветная. Наберу желтых теней. И добавлю на яблочко глаза. Они, конечно, не такие яркие, как неоновая подводка. Но такой эффект перехода будет смотреться хорошо. Ну что, наши стрелки готовы. Полин, я думаю, что с таким макияжем можно пойти на какую-нибудь диско-вечеринку. Как тебе? Все, пойду сегодня в клуб. Мы были рады с вами быть этим утром. Всем хорошего настроения. Пока. В нашей следующей рубрике КПТ-терапевт Никита Лукашев рассказывает о психологических проблемах. Чаще всего он говорит о фобиях, то есть панических страхах. Однако сегодняшний выпуск посвящен противоположному чувству непреодолимой привязанности. Сразу предупреждаю, что многие из нас найдут у себя ее симптомы. Клиномания – это патологическая, так скажем, привязанность к кровати. Когда человек… Не стоит путать это с обычной ленью. При лене человек может и на работу ходить, в игры играть, в туалет ходить, пойти себе покушать, сделать. Ну, то есть он сохраняет, так скажем, удовлетворение базовых потребностей. При клиномании, к сожалению, человек может даже не стремиться удовлетворять свои базовые потребности. То есть он может, не знаю, в туалет, чтобы сходить, он может терпеть до последнего, чтобы просто не вставать с кровати. Если человек, ну, собственно, у него похожие симптомы, да, что он там с кровати не встает, не знаю, ничего не делает, ничем полезным лежа в кровати не занимается, а это в основном развлечение, но при этом он ходит на работу, то это уже относится к другому расстройству, а это уже не клиномания. При клиномании, ну, основные такие симптомы психологические – это когда человек перестает удовлетворять свои базовые потребности, то есть он очень много времени прорывает в кровати, при том, что не занимается какими-то полезными делами, да, какой-то работой, может, удаленной, да, он просто, так скажем, развлекается. То есть физические симптомы – это понижение давления обычно, это когда сбивается сердечный ритм, это набор веса резкий и быстрый, ну, то есть такие довольно серьезные симптомы, которые влияют в последующем на уже физическое здоровье. И причины этого расстройства, они не так, так скажем, прозрачны, но психологи говорят, что обычно такое состояние бывает зачастую при шизофрении, также при каких-то невротических расстройствах и при продолжительном длительном стрессе, когда организм уходит в такое состояние, чтобы, так скажем, отдохнуть. И диагностировать, ну, не спешить диагностировать, потому что, допустим, при тревоге есть похожие симптомы, когда человек не встает, когда ему настолько тоскливо, ему настолько, ну, так скажем, он настолько подавлен, что он не то чтобы не хочет удовлетворить свои потребности, он, может быть, и хочет, но у него нет ни сил, ни желания вставать, что у него нет энергии, то есть такое вот состояние истощенности. А при кленомании он это делает, ну, так скажем, целенаправленно. И на ранних этапах кленомании человек не может объяснить того, что с ним происходит, либо отказывается объяснять им. Самому стараться отличить не стоит, лучше обратиться к специалисту. Есть и опросники, есть тесты, да, которые проводятся на уровне депрессии, на уровне тревожности и так далее. То есть при, ну, когда специалист непосредственно в виде интервью общается с человеком, у которого есть похожие симптомы, и только собрав всю необходимую информацию, специалист может прийти к некому диагнозу. Самому этим заниматься не рекомендую, потому что в интернете очень много чего написано, да, если заниматься, так скажем, самолечением, то можно не туда уйти, не в ту степь совсем. Как помочь человеку, у которого есть кленомания, тут стоит помнить о том, что если это первоначальный этап, то своими силами можно справиться, да, это нужно постепенно активировать поведенческую деятельность, что-то делать. Если вы родственник такого человека, то постепенно, ну, так скажем, ограничивать его в том, чтобы, не то чтобы ограничивать, а давать ему самому выполнять какие-то простые повседневные дела. Допустим, сходить в магазин, помыть посуду, там, приготовить себе поесть, да, то есть не спешить с вот этим гиперопекой, чтобы он постепенно сам начинал это все делать. Конечно, можно обратиться к специалисту, да, который поможет в этом вопросе, да, какие-то даст техники, будет разбираться с первой причиной, да, что к этому могло привести. Нередко бывает такое, что подключают медикаментозное лечение. Ну, если, допустим, у человека сон нарушен или, там, у него эпизоды депрессии есть, то могут и понадобиться фармакология. И на самотек, конечно, это дело не стоит бросать, потому что за этим могут последовать другие расстройства. Это может, человек может и в депрессию впасть, то есть у него может и тревожное расстройство развиться. Все это очень индивидуально. Вы знали, что впервые термин «крылатое выражение» был использован в середине 19 века? Именно такое витиеватое название дал фразеологизмам немецкий филолог Георг Бюхман. В своей исследовательской работе он изучал значения популярных, в то время устойчивых фраз. С происхождением одной из них разберется Василиса Долгушина. Единственная разница между Шекспиром и вами состоит не в объеме словаря, а в количестве идиом. Так сказал американский ученый в области информатики Алан Джей Перлис. Так что вот вам очередной фразеологизм в речевую копилку. Пользуйтесь на здоровье! Деньги не пахнут. Так говорят, когда хотят подчеркнуть неэтичность какого-то крупного заработка. Выражение пришло к нам из Древнего Рима. Около двух тысяч лет назад император Веспасиан ввел налог на общественные уборные. Его сын Тит заявил отцу, что эти деньги даже не захочется брать в руки. В ответ на это император поднес к лицу Тида горсть монет, только что полученных в качестве налога, и спросил, пахнут ли они. Сыну пришлось ответить отрицательно. Используйте это выражение правильно и к месту. Ведь, как сказал Марк Тулли Цицерон, речь должна вытекать и развиваться из знания предмета. Если же оратор не изучил его, то всякое красноречие является напрасным ребяческим усилием. Любопытные кошки и чистые столы. Можно ли их совместить? Как разграничить кошачью территорию и нашу рабочую зону? Особенно, когда дело доходит до еды. Мои коллеги собрали эффективные способы, как отучить питомца от привычки забираться туда, где его лапки могут принести больше вреда, чем уюта. Первый эффективный способ – дрессировка. Проводить ее нужно с детства, точно так же, как приучать кошку к лотку или к точке когтей на дрябке. В занятиях нужно соблюдать последовательность. Если питомцу можно гулять, когда на столе нет пищи, и наоборот запрещено, когда продукты есть, то он не поймет разницу. Хотите сэкономить время на обучение? Пользуйтесь современными технологиями, например, датчиками движения для питомцев. Они оборудованы спреями, которые выпускают струю сжатого холодного воздуха, если кот сидит в неположенном месте. Главное – не скупиться и покупать качественные гаджеты. Кошки не любят поверхности, доставляющие дискомфорт, поэтому можно прикрепить к столу фольгу или скотч. Они дают питомцу совершить правильную посадку после прыжка и предательски шуршат под лапами. Однако здесь есть риск, что фольгу и остатки скотча вы потом будете собирать по всей квартире. Справиться с хулиганским поведением питомца помогут неприятные запахи. На столе для этого нужно разложить все продукты, которые раздражают кошку. Также многие мягколапые не любят воду, поэтому каждый раз, когда питомец забирается на стол, можете обрызгивать его. Но в этом случае вы рискуете потерять доверие. Кошка начнет ассоциировать с негативными эмоциями вас, а не стол. Со спортом так или иначе связан каждый из нас. Кто-то занимается дома, кто-то на профессиональном уровне, а есть те, кто следит за спортсменами и их достижениями со стороны. Наша традиционная рубрика будет полезна и тем, и другим, и третьим. На солнечном утре время физической активности. Слово фитнес-тренеру Екатерине Баландиной. Доброе утро! Для того, чтобы ваш день начинался позитивно и продуктивно, его следует присыпать хорошей порцией физической активности. Я предлагаю сегодня выполнить небольшой комплекс на мобильность. Для выполнения данного комплекса вам понадобится небольшое пространство, и если есть фитнес-коврик, используйте его. Мы с вами встаем в позицию четырехугольника. Ладони находятся под плечами, колени изначально будут находиться под тазом. Макушкой потянитесь вперед, копчиком потянитесь назад. Мы со вдохом с вами будем уводить таз назад, оставляя поясницу сначала нейтральной, то есть мы не прогибаемся и не округляем поясницу. Толкаем седаличные бугры в разные стороны. Чувствуем небольшое расширение в области таза. И с выдохом начинаем возвращаться в исходную позицию. На вдох толкаем таз назад, с выдохом возвращаемся к центру. Вдох, удерживаем поясницу в нейтрале, выдох, центр. Продолжая делать это движение, мы добавим с вами несколько мобильности, небольшой мобильности в область поясничного отдела. Мы будем с вами артикулировать поясницей. На вдох ведем таз назад, а с выдохом начинаем копчиком тянуться к полу, округляя поясницу и возвращаясь к центру уже через округленную поясницу. При этом ваши плечи не поднимаются к ушам, вы все время плечами стремитесь к тазу и удлиняете шею. На вдох ведем таз назад, поясницу удлиняем, с выдохом округляемся, подтягивая лобковую кость к носу. Вдох назад, выдох, центр. И у нас получается волна в области поясницы. Это упражнение очень хорошо разгружает поясничный отдел и активирует мышцы живота. Если вы чувствуете, что в течение дня ваша поясница начинает болеть, поднывать, то это упражнение отлично поможет вам снять напряжение с этого региона. Далее принимаем снова исходную позицию, вытягиваемся макушкой вперед, копчиком назад. Делаем с вами вдох, с выдохом приподнимаем колени, уводим одну ногу назад, вторую ногу назад. Позиция планки, но она будет промежуточная. Следите за тем, чтобы ваш таз не поднимался вверх, ну и соответственно не проваливался вниз. Дальше мы будем с вами выводить ногу вперед. Старайтесь удерживать колено над опорной стопой, в данном случае правой ноги, колено над пяткой. И проваливайтесь тазом вниз, оставляя заднюю стоящую ногу прямой, то есть не сгибайте колено. Подтягивайте коленную чашечку и стремитесь тазом к полу. Выталкивайте руками себя вверх, не проваливайтесь между лопаток и тянитесь макушкой всегда вперед, не закидывая голову. Возвращаем ногу, меняем. Каждый раз контролируйте положение таза и колена. Удерживайте позицию планки, стремитесь лобковой костью к носу. Выполняем 8 раз. Каждый раз стараемся тазом провалиться все глубже и глубже. Выполним еще два. Руками разрывайте коврик как будто бы на две части. Остаемся в позиции выпада. И начинаем совершать небольшое покачивание вперед-назад. Это упражнение поможет разогнуть ваши тазобедренные суставы. В современном мире мы много проводим времени в позиции сидя. И сгибатели бедра у нас укорачиваются. Таз начинает уходить в передний наклон. Ягодичные мышцы ослабевают. Осанка портится. Так вот, это упражнение как раз помогает таз вернуть в естественное положение и включить ягодичные мышцы в работу. И разгрузить поясничный отдел. Меняем ногу. Также стремимся тазом вниз. Подтягиваем коленную чашечку. И совершаем небольшое покачивание вперед и назад. Всегда плечами стремитесь к тазу. Если у вас руки устают в процессе выполнения этого упражнения, вы можете остановиться, сделать небольшую паузу и затем продолжить. В таком покачивании остаемся до минуты. Прекрасно. Мы двигаемся дальше. Снова меняем ногу. И к этому движению мы теперь добавим ротацию в грудном отделе. Мы добавим мобильность грудного отдела. Мы начинаем раскрываться, тянуться пальцами вверх. То есть наша задача от опорной руки раскрыться в ровную линию. Взгляд направляйте на ладонь. Возвращаем ладонь на пол. Убираем ногу. Меняем. И совершаем то же самое движение с другой стороны. С выдохом раскрылись. Помним про коленную чашечку, про движение таза вниз. Вернулись. Этот комплекс не только направлен на мобильность, но и на улучшение силовых показателей. Вы это почувствуете. Здесь хорошо включаются руки в работу, пресс. Не забывайте дышать. И еще один раз. Опускаемся на колени. Уводим таз назад. Тянемся копчиком к пяткам. А макушкой вытягиваемся вперед. Удлиняем позвоночник. Почувствуйте, как у вас растягиваются мышцы. И через круглую спину возвращаемся в исходную позицию. Вот такой вроде бы маленький комплекс взбодрит вас и подарит вашему телу легкость и мобильность на весь предстоящий день. Я желаю вам прекрасного настроения и отличного дня. Пока-пока. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что провели это утро с нами. Мы старались сделать его максимально интересным и полезным. Каким будет день, зависит только от вас. В студии была Виктория Мальцева. До новых встреч на Солнце ТВ. Бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Бифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Редактор субтитров А.Семкин